Новенькое интерактивное оборудование, мультимедийная панель, стол для демонстрации тематических сюжетов и виртуальных выставок. Все эти новшества теперь красуются в Новоалтайском краеведческом музее и дают больше возможностей для развития. У меня лично, как у директора, давно была уже мысль обновить хотя бы экспозиционно-выставочную мебель. Потому что мы экспонировали сменные выставки, но у нас просто были самодельные подиумы, мы застилали их чистым материалом и экспонировали там. Вот теперь, конечно, все современное, теперь мы это все выбросили, убрали то, что у нас было самодельное. Теперь в музее есть современная оргтехника, оборудование для регулировки температуры и уровня влаги, демонстрационные манекены и бюсты, а экспозиционно-выставочную мебель изготовили специально на заказ. Техническое переоснащение музея удалось осуществить благодаря нацпроекту «Культура». На это из федерального бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Каждый музей в зависимости от истории своего города, в зависимости от своей концепции, подбирает оборудование музейное и, соответственно, интерактивное оборудование. И оно очень изящно, очень гармонично вписывается в структуру залов. И в Новоалтайском краеведческом музее приятно это отметить. То, что оно не фрагментарно, не точечно. На средства городского бюджета, а это более 2 миллионов рублей, сделали косметический ремонт музея, покрасили фасад, заменили сантехнику и электропроводку. Ведь здание 60-х годов постройки. Кстати, музей открыли в 1972 году, в день 30-летия Новоалтайска, но в другом здании. В этом помещении он находится с 2001 года и радует посетителей своими экспонатами. Добавим, сотрудники музея уже подготовили 12 виртуальных выставок, которые можно посмотреть как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Это очень важно на самом деле, поскольку подобные мероприятия позволяют музею значительно разнообразить свою деятельность, привлечь новых посетителей, использовать новые формы в своей работе и так далее. Поэтому будем продолжать в этом же направлении. Впереди в этом году у нас еще три открытия. Я думаю, это будет так же замечательно, как это сделали на Новоалтайском музее. В этом году также переоснастят музеи в Рубцовске, Славгороде и Сростках. На это выделили более 20 миллионов рублей. В следующем же году переоснастят музей «Город» и «Гмилику». На это направят порядка 8 миллионов рублей. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.